МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По оценкам Международного валютного фонда, Индии потребуются все ресурсы, которые страна сможет собрать, чтобы минимизировать отток капитала. Цитатом. Раджан очень разумно руководил этим процессом. Он использовал приток капитала в Индию последние 18 месяцев как возможность действительно нарастить валютные резервы, отмечает валютный аналитик в Сингапуре Джонатан Ковенаг. По словам Ковенага, индийский регулятор сможет смягчить ослабление рупий благодаря увеличению резервов. Индийская рупия была среди валют, подешевевших до рекордного минимума, когда федеральная резервная система впервые дала сигналы о постепенном сворачивании стимулирующих мер. Турецкая газета Дуния пишет о недавней инициативе стран БРИКС. Относительно молодое объединение образуют Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китайская Народная Республика и Южноафриканская Республика, напоминает автор. Ожидается, что к этой группе, которая помимо свободной торговли между членами, создает богатые возможности для углубления экономического сотрудничества, в ближайшие годы присоединится и Мексика. Один из шагов на пути к развитию такого сотрудничества – соглашение группы БРИКС об учреждении резервного фонда, представляющего собой финансовый ресурс объемом 100 миллиардов долларов. Цитата. «Считается, что цель данного фонда – создание альтернативы международному валютному фонду, который часто критикуют не только страны БРИКС, но и целый ряд развивающихся стран», говорится в статье. «Крупнейший вклад в фонд БРИКС внесет КНР – 41 миллиард долларов. Вклад России составит 18 миллиардов долларов. Владимир Путин уже ратифицировал и подписал соответствующий договор», пишет издание. «Центр фонда будет находиться в Шанхае, и в случае возникновения экономических затруднений члены БРИКС смогут получить там необходимую финансовую поддержку. Другой альтернативой Международному валютному фонду по инициативе стран БРИКС является создание совместного банка. Предполагается, что эти планы также удастся вскоре претворить в жизнь. В настоящее время в странах БРИКС проживает 40% населения мира, а их совокупная доля в мировой экономике составляет порядка 20%. Ожидается, что фонд, который сегодня создает БРИКС, положительно повлияет на МВФ, поскольку он, как минимум, подтолкнет более старый институт к принятию более организованных решений. При этом сам Международный валютный фонд пока никак не комментирует это новое образование и лишь ограничивается безучастным наблюдением за развитием событий», пишет автор. Бундесрад одобрил идею платного проезда по дорогам, пишет Deutsche Welle. Законопроект о введении платы за проезд по дорогам федерального значения и автобанам Германии принят для всех водителей легковых автомобилей, в том числе иностранцев. Как пишет Deutsche Welle, дорожные пошлины будут взиматься с начала 2016 года и будут тратиться на развитие инфраструктуры. Цитата. Бундестаг принял этот закон в марте. Тогда же парламент ФРГ уточнил, что пошлина будет вычитаться из суммы налога на автомобиль, который платят немецкие водители. Ввиду этого иностранцы попадают в менее благоприятные условия, отмечают аналитики. Для владельцев машин, зарегистрированных в ФРГ, дополнительных трат не будет, отмечается в документе Министерства транспорта. Владельцы автомобилей и жилых автофургонов из Германии будут обязаны покупать ежегодную виньетку знак оплаты пользования автобанами и шоссейными дорогами. Сумма будет рассчитываться, исходя из габаритов автомобиля и его выбросов в атмосферу. От уплаты дорожных пошлин освобождены инвалиды, а также водители мотоциклов, электромобилей, машин скорой помощи. За счет сбора за автомобили, зарегистрированные в Германии, должно быть получено около 3 миллиардов евро. Но государство компенсирует их владельцам расходы путем снижения ежегодного автомобильного налога. План ввести в Германии дорожный сбор подвергся жесткой критике. Многие называют этот закон дискриминационным в отношении иностранцев. Между Соединенными Штатами и Кубой возобновится паромное сообщение, передает Евроньюз. Такое решение принято администрацией американского президента Барака Обамы. Ограничения на морские перевозки были введены после того, как на Кубе в 1959 году произошла революция. Расстояние между островом Свободы и полуостровом Флорида составляет всего 150 километров. И в морских компаниях ожидают, что это направление станет популярным. Это упростит поездку для американских выходцев с Кубы, которые захотят туда съездить. Транспортировка продукции и товаров станет дешевле. Одна из транспортных компаний уже анонсировала предстоящий рейс на своей странице в социальной сети Facebook. Руководство компании говорит об историческом событии в американо-кубинских отношениях. Последний раз путешествие на пароме между Кубой и Флоридой можно было совершить более полувека назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин